Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает послушать удивительную историю «Веселый карнавал». Из серии историй «Жили-были кролики» французской писательницы Юрье Женевьева. Женевьева Юрье – французская писательница, широко известная как автор детских сказок о семействе кроликов. Когда-то мадам Юрье жила в Париже вместе с мужем и четырьмя детьми, работала библиотекарем, периодически путешествуя по миру. Когда дети выросли и Женевьева стала бабушкой, то, общаясь с внуками, начала рассказывать им собственные сказки. Из них и получились знаменитые истории кроличьего семейства. Что, по вашему мнению, должен делать счастливый отец пяти крольчат, с которыми постоянно случаются какие-нибудь истории? Спросите у папы Онестуса. Его милые, но очень шустрые дети ни минутки не сидят спокойно. Предлагаем послушать историю о том, как кролики готовились к карнавалу. В соседнем городке решили устроить грандиозный праздник – бал-карнавал. И тетя Циния и папа Онессим посоветовали крольчатам – сделайте карнавальные костюмы своими руками. Для начала крольчата полезли на чердак, чтобы пошарить в сундуках со всяким старьем. Там была сложена потрепанная одежда, старомодные шляпы и прочая ерунда. Да, разочарованно вздохнули крольчата. Ничего подходящего. Из чего же соорудить костюмы? И тут Рыжика осенила. Давайте нарядимся садовниками и явимся на праздник в собственной повозке. У нас нет повозки, – возразили ему остальные крольчата. Да вот же валяются колеса, а там разные досочки. Можно смастерить отличную повозку. А для костюмов нам нужны только синие фартуки и соломенные шляпы. Да еще фрукты и овощи, чтобы нагрузить повозку. А уж этого у нас дома полно. Гениально воскликнул Розмаринчик и тут же бросился делать чертеж будущей повозки. Это будет супермодель в форме морковки. От дуванчика – за руль, а пируэту с цветами и овощами посадим за ним. Мы с Лютиком прижемся впереди, а Рыжик станет подталкивать сзади. Да здравствуют веселые садовники! И они принялись за дело. Пилили, строгали, клеили, прибивали. И тут, конечно, без помощи папа Анессима не обошлось. Тем временем пируэту мастерила цветы из яркой ткани. А Рыжик расписывал красками огромные тыквы из папье-маше. За день до карнавала все было готово. Корольчата провели заключительное испытание своего роскошного морковкомобиля на лугу. Все прошло без сучка-безодоринки. Юные конструкторы были в восторге и распевали во все горло. Эй, крольчата, вперед! Завтра только победа нас ждет! Они подняли такой шум, что распугали всех мышей-полевок, которые поспешили убраться с луга от греха подальше. И кое-кого такой поворот событий сильно разозлил. Два здоровенных кота, Малабар и Ротофей, как раз вышли на охоту. И нате вам! Вся дичь разбежалась. Проклятые кролики! Ну попадитесь вы мне только! Прошипел Малабар. Да куда они денутся? На карнавал явятся как миленькие! Заурчал Ротофей. Идем! Надо кое-что подготовить. Уж мы-то сумеем отомстить! И они скрылись, никем не замеченные. На следующий день веселые садовники торжественно въехали в город, со всех сторон осыпаемые дождем из конфетти. Какая забавная повозка! Браво, крольчата! Гордые таким успехом, они и не подозревали, что за ними следят. Вдруг прямо перед морковкомобилем на дорогу выскочили двое в костюмах чародеев. Крибли-крабли-грабли-бум! Кто тут мчится наобум? Стоп, крольчата, берегись! В шляпе есть для вас сюрприз! И сорвав с одуванчика шляпу, они стали трясти ею перед крольчатами. Из шляпы высыпались сначала цветные ленточки, а потом огромная мохнатая гусеница. Пируэта взвизнула от испуга. Извините, но мы очень спешим, пробормотал лютик, сворачивая в переулок. Чародеи их здорово напугали. К счастью, в тот же переулок, вслед за крольчатами, прибежали пятеро веселых клоунов в смешных костюмах. Они так забавно подпрыгивали и кувыркались, что крольчата, увлеченные ярким зрелищем, поехали за ними, петляя по улочкам и переулкам. Так они оказались у реки. Вокруг ни души, только несколько лодок привязаны у берега. «Ага, вот и приехали!» – злорадно воскликнул один из клоунов. «А ну-ка, ушастые, вылезайте, живо!» Клоуны больше не улыбались, вид у них был самый, что ни на есть угрожающий. Стащив одуванчика с водительского места, они заорали. «А ваш драндулет мы утопим в реке! Так-то!» Оправившись от изумления, Розмаринчик и Лютик стали отбиваться граблями. «Что вам от нас надо? Мы вам ничего плохого не сделали!» – кричали они. Один из клоунов попытался скинуть на землю пируэту. Да не тут-то было! Она ловко ткнула ему в глаза цветочным букетом, и клоун отлетел в сторону. «А дуванчик, зови на помощь!» – приказала пируэта. «Скорее!» А дуванчик, а за ним и все братья, принялись громко кричать и звать на помощь. А между тем, один из клоунов уже подталкивал их морковка-мобиль к самой воде. Но тут подоспел Рыжик и с размаху ударил его по голове тыквой из папье-маше. Клоун не удержался на ногах и шлепнулся на землю. «Эй! Что здесь происходит?» На шум к реке прибежала целая толпа, и впереди всех впчались те самые чародеи, которые так напугали крольчат. Когда чародеи сняли маски, крольчата узнали всеми уважаемых бородатых коз. Козы набросились на клоунов и сорвали с них маски. «Смотрите-ка! Да это малобары Ротофей и вся их банда! Так вы явились, чтобы испортить праздник?» «Мяу! Это месть!» Кролики сорвали нам охоту на мышей-полевок. «Полевки наши друзья, а вам на нашем лугу вообще нечего делать!» Возмутились крольчата. Трем котам удалось улизнуть, а малобар с Ротофеем оказались прижаты к самой воде. «В реку этих клоунов!» Закричали в толпе. «Долой котов!» Коты попятились и, не удержавшись, плюхнулись в воду. Посрамленные, они убрались во своясе. А тут как раз показались лодки с участниками парада. Наступило время торжественного шествия. Кролики быстро привели в порядок свой морковкомобиль и двинулись на площадь. Там наших бравых садовников ждал настоящий успех. «Браво!» – кричали им со всех сторон. «Блестящая идея!» Крольчата получили заслуженный приз за лучшее изобретение. Папа Анессим и тетя Циния аплодировали им изо всех сил. Бал удался на славу. И только на крыше одного из домов ругались, дрожа от холода, два мокрых кота. «Ничего себе месть! Только такой недотепа, как ты, мог до этого додуматься!» «Да это же из-за тебя все сорвалось! Когда имеешь дело с кроликами, надо пошевеливаться, а ты вечно плетешься, как черепаха!» Похоже, эти коты вряд ли снова отважатся охотиться на лугу за домом семейства папы Анессима. А вы, друзья, веселитесь! Карнавал в самом разгаре! Сказочные истории Женевьева Юрье бесконечно добрые, поучительные и веселые. Очаровательные кролики послужат хорошим примером для подражания и станут самыми лучшими друзьями вашего крохи!